А вот подскажите, как понимать стих? Кто приходит к вам и не приносит его учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Ибо приветствующие его участвуют в злых делах его. И что? Тут ничего и толковать не надо. Вы же разговариваете, видите, как он. Он не принимает что-то. Или лопается в злобе. Это бесовское уже всё. И ты не приветствуй его, не здоровайся, отвернись и всё. Даже родственника, получается, если родственник не верующий? Тем более. Домашние ваши враги, Господь говорит, враги. А раз они враги, а ты их приветствуй, значит, ты за врагов. Не желай им блага, ничего. Просто не замещай. Молись за них и всё. Ага. То есть не пускайте в дом и не приглашайте. То есть и в гости даже запрещено. Он не приносит учения любви Божией. Он рассылает злобу. И как его приветствовать в этом? Одно дело, когда другой человек просто не знает. Мы поприветствуем его. А этот в злобе, он злопамятный. Вот как у старообрядцев. В 350 лет они никого не прощают. Грызут и грызут друг друга. Никон, Никон, Никон. 350 лет прошло, и они всё... Злопомнение уподобляет дьяволу, говорит Иоанн Златоуст. Как его приветствовать, когда он уподобнен дьяволу? Отойди от него, сотвори молитву и молись о нём крепше. А как вот ещё определить границу вот эту, где... Он, допустим, говорит, я верующий человек, но дела его свидетельствуют о другом, допустим. Ну, конкретно по каждому делу. Так это стандарт никакой не дашь. Если он так называется, а сам живёт в блуде, поэтому ты его не приветствуешь, не имеешь права приветствовать его. Гнушаешь его даже одежды, чтобы не прикоснуться к нему. Так Писание говорит нам. Вора, видишь, говорит, сходишься с ним, с прелюбодейами сообщаешься. Я молчал, говорит Господь, и ты подумал, что я такой же, как ты. Изоблещу тебя, представлю, преждество твои беззакония твои. Вот считайте. 89-й Псалом. Благодарю. Слава Иисусу. Спасибо, Христос. Спасибо, Пилосопед. Так, и нет никого больше, всё. Отхожу. Векский завет сейчас оставайтесь, 25-я глава книга Бытия. Так, я отошёл. Спасибо.